Всем привет! Сегодня привезли мне Nexus 5. В этом видео хочу рассказать о своих первых впечатлениях. Возможно, еще затронем немножко экран. Позже обязательно поговорим более детально и про производительность, и про аккумулятор, и про камеру. Сейчас же повторюсь первые впечатления. Специально достал коробку от Nexus 7, чтобы вы могли смотреть, что они абсолютно идентичны по оформлению. Единственное, у нас надписи разные и картинки. Смартфон я еще не настраивал. Пока распакован, наверное, скажу, что покупал я 32-гигабайтную версию через Google Play Store. Стоил он 399 долларов, плюс доставка до посредника где-то 8-9 долларов. То есть карточки мне сняли где-то 13200 рублей. И доставка с ShopFans посредника до Москвы заняла 6 дней и стоила 65 долларов. Ну, я думаю, можете посчитать, сколько в итоге он вышел. У нас по официальной цене он будет стоить 16-гигабайтная версия. 18 тысяч рублей и будет продаваться в связном. Так, давайте быстренько посмотрим. Скрепка. Здесь, кстати, у нас лоток microSIM. Различные инструкции. Кабель. А наушников нет. И зарядка. Зарядка у нас американская. Выходной ток 1,2 А. Аккумулятор емкостью 2300 мАч будет заряжаться примерно за 2 часа. Итак, пленки, как видите, я даже не снимал. Сзади у нас пленка еще есть на камере. Давайте мы ее сразу снимем. Ну и снимем переднюю защитную пленку. Итак, быстренько по техническим характеристикам. Здесь у нас Qualcomm 800, 2 гига оперативки. Версия, повторюсь, на 32 гигабайта. На 16 гигов будет стоить 349 долларов. Итак, давайте быстренько пройдемся по основным элементам. Разговорный динамик, фронтальная камера, различные датчики. Снизу индикатор пропущенных событий. Все так же, как и на предыдущих Nexus. С правой стороны у нас кнопка питания. Лоток под microSIM карточку. Снизу у нас один динамик, второй микрофон, разъем под microUSB. Слева торца у нас качелька регировки громкости. Все кнопки достаточно хорошо выступают, то есть нащупать их можно без проблем. Сверху у нас второй микрофон для шумоподавления, разъем для наушников. Сзади 8-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией, плюс вспышка. Насчет камеры, естественно, мы это все детально посмотрим. Вроде как сегодня даже должно выйти еще обновление на Nexus 5, в котором камеру еще улучшили. Задняя у нас поверхность soft-touch, абсолютно такая же, как и на Nexus 7 2013 года. К сожалению, будет заляпываться. Вот, например, Nexus 7 2013, я специально не протирал его. Вот так это все дело будет выглядеть. Ну, здесь еще учитывать, что падает свет. Так, при естественном освещении не так это заметно. Плюс данного покрытия то, что он не скользит в руке. Также не будет видно никаких царапин. Возможно, также будет амортизироваться при падении. Боковые кромки у нас, кстати, тоже матовые, что очень хорошо. Глянца тут нет. По габаритам, если сравнить с Galaxy S4, то данный смартфон немного толще, чуть меньше миллиметра. А уже полмиллиметра где-то и выше на миллиметр. То есть, приблизительно габариты совпадают. По весу 130 грамм, Galaxy S4 тоже 130 грамм. Для сравнения размеров, Moto X 4,7 дюймов, Nexus 5 5 дюймов, IPS-матрица, Full HD разрешение экрана. Как видите, Nexus 5 у нас заметно выше. Также шире. Но лежит в руке, как Galaxy S4, повторюсь, приблизительно такие же ощущения. По весу 130 грамм, на мой взгляд, было бы хорошо, если вес был чуть больше. Так как все-таки кажется, что он чрезмерно легкий для таких габаритов и такого дизайна. По, опять же, моим ощущениям, Nexus 4 более, скажем так, солидно смотрится. Несмотря на то, что там заднее стекло, оно и у многих трескалось. То есть, не так практично это все дело. Здесь более все практично. Но хотелось бы вес чуть-чуть побольше, чтобы он более солидно все это дело выглядело и ощущалось. Что касается сборки, то скрипов нет. Ничего не гнется. И не продавливается, по крайней мере, не заметил. Все очень хорошо подогнено. Что касается экрана. 5 дюймов, точнее 4,95. Разрешение Full HD, IPS матрица. Если сравнивать с другими экранами смартфона, которые у меня были, то, на мой взгляд, данный экран лучше, чем экран в Nexus 4, чем в LG G2. Сейчас объясню почему. Во-первых, по яркости экрана. К сожалению, солнце уже трудно поймать. Но, на мой взгляд, яркость выше, чем у Galaxy S4. Но чуть-чуть меньше, чем HTC One. То есть, на солнце картинка будет видна. Минимальная яркость. Вот такая. То есть, опять же, проблем в темное время суток не будет. Вот цветопередача. На мой взгляд, опять же, здесь все очень хорошо. Но здесь стоит сказать, что пишут отзывы на XDI форме, что есть два типов экранов. Один имеет меньшую контрастность. И углы обзора чуть похуже. То есть, там более сильно осветляется картинка. Ну, вот, по крайней мере, образец, который у меня. Вот для сравнения Nexus 7 2013 года, который считается достаточно хорошим по экрану. По картинке, опять же, особых отличий я не вижу. То есть, никаких искажений по цветопередаче нет. Допустим, давайте посмотрим на белый цвет. Даже лучше, наверное, открыть Chrome. А также мне понравилось, опять же, почему я сказал, что данный экран лучше, чем LG G2. Здесь экран не желтит и не уходит в синеву. Вот, можете посмотреть под любым углом. Белый цвет у нас не искажается. Это достаточно хорошо. А что касается инверсии цвета, то здесь цвета не инвертируются. Картинка не затемняется при любых углах обзора. Единственный момент, точнее, минус у данной матрицы, это то, что под определенным углом картинка высветляется. То есть, вы видите, что контрастность падает. Особенно это заметно на черном фоне. Насыщенные цвета, отклоняем, они блекнут. Но, на мой взгляд, это не так, скажем так, раздражает, как либо желтизна, либо синева, либо инверсия цвета, то есть затемнение картинки. А здесь же, если мы будем смотреть вот по таким углом, то цвета, в принципе, не искажаются. Также снизу не искажаются, сверху не искажаются. Но если вот под 45 градусов и вниз, то видно, что фон высветляется. В целом, повторюсь, экран больше мне понравился, чем у Nexus 4, чем у LG G2. Но, конечно, он будет чуть похуже, чем у HTC One, там, Butterfly S и iPhone 5 5s. По производительности нагрева это все мы посмотрим далее. Также камеру. Но вот по первым впечатлениям от камеры можно открыть. Одну фотку в помещении сделал при плохом освещении. Могу сказать, что, по крайней мере, с балансом белого у нее все отлично. Также значение ISO 575, тот же Moto X, в помещении заметно задирает до 1600. Поэтому здесь более детальные снимки, меньше цветового шума. Но дождемся, повторюсь, сегодня должно прийти обновление камеры, еще там звук основного динамика должны улучшить. Все это мы рассмотрим более детально. Итак, если подвести итог по первым впечатлениям, то, на мой взгляд, здесь нет никаких явных минусов. Сборка очень хорошая, приятный на ощупь материал, не скрипит, хорошо лежит в руке. Камера по первым впечатлениям в помещении хорошо снимает, нету косяков с балансом белого. Экран хороший, нету искажений по цветопередаче, то есть не желтит, не синит. Единственная картинка немного высветляется под определенным углом. Но это не так критично, как та же инверсия цвета, то есть затемнение ее.